Да, конечно. Что нужно делать, чтобы зарабатывать такие деньги, чтобы покупать такие снегоходы? В общем, я решил обновить себе бипер. У меня всё BRP, только трусы осталось, BRP купить. Я в Санкт-Петербурге, и для чего я сюда приехал? А всё очень просто, чтобы увезти дочь из приискового. Шутка, шутка, конечно. Я здесь для того, чтобы посетить вот это здание. Это BRP-центр Южный Ветер, Типаново, 30. И здесь стоит кое-что моё. Давайте посмотрим. Вот они, красавцы, стоят. Воеводы и мой. Два эксперта, 154. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и коль я уже здесь, в BRP-центре Южный Ветер, нужно обновить мой запас шапок, которые я буду разыгрывать в прямом эфире каждый четверг. Прямой эфир, в котором я разыгрываю вот такие вот шапки. Ну, конкретно эту шапку я себе купил, обновлю, чтобы был свежий взгляд, новые видео, новая шапка. И ещё куплю сколько? Две-три. Сколько у нас прямых эфиров осталось до нового года? Пойдёмте выбирать. У меня всё BRP, только трусы осталось BRP купить. Набрал. В общем, смотрите, будет такие вот шапки, такая шапка. Капец. Ну и цены у вас. Скажу я. Вот такую шапочку, это я такую, как тебе взял. Эту я уже купил. Вот такая шапочка. Примерно как у меня сейчас была. А что тут цены нет? Бесценная? Да, да, да. И вот такая шапка. Вот эта вообще классная, двухсторонняя. С одной стороны, с другой. Огненная шапка. Ещё и по акции. Вообще сэкономил. С вас 4834 рублей. По карте. По карте. Носите с удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Пока я нахожусь здесь, в BRP-центре «Южный ветер» на Типаново 30, в город Санкт-Петербург. Пришлось ехать сюда. Ближе просто не было. Как-то так получилось. В общем, я решил обновить себе биппер. Я долгое время пользовался биппером BCA Tracker 2. Но просто решил купить себе новый, который отслеживает множество целей, который более удобный и современный. Такое нужно делать раз в 5 лет. В принципе, и старые работают. Но я этот девайс использую часто. Я использую его на полную катушку. Мы тренируемся, я отслеживаю там многие цели, делаю тесты утром у людей. Поэтому второй трекер мне был немного неудобен. И я поэтому купил третий. BCA Tracker 3. Цена его. Вот такая цена. Это, скажем так, крепкая цена. Обычно пипсы и вторые трекеры в районе двадцатки стоят. Но я купил третий. Давайте откроем. Вот так идет трекер в коробочке. Вот сам трекер. Такой он небольшой. Он чуть меньше, чем второй. Чуть меньше, чем второй. Я его сам не распаковывал еще. Поэтому, поэтому не знаю. Идет в комплекте чехол, который, собственно, цепляется на тело. Чехольчик. В комплекте батарейки. В комплекте страховочный шнур. Это страховочный шнур. Нужен, чтобы, когда ты осуществляешь поиск и нашел, чтобы можно было его бросить спокойно. Он у тебя болтается, не потерялся. Ну, вообще, удобная штука. Собственно, инструкция по эксплуатации. Так как я сейчас на самолете полечу. И мне вот эти коробки особо не нужны. Я их просто выкидываю. Вставляем батарейки. Господи, кто их так запечатывает? Все готово. Все, режим транссивера включен. Этот трекер чем отличается от второго? То, что он может отслеживать несколько целей. Он показывает сразу несколько целей. И когда ты нашел одну, нажимаешь на кнопку, он ее перестает видеть. То есть, нашел, нажал на кнопку, он перестает ее видеть, пошел искать другие. Этим он и отличается от второго. Режим поиска. Ну, тут нету никого, чтобы искать. Режим передатчика. Транссивер. Все, отлично. Новый трекер. Прошло каких-то два часа. Объясняю. Вот тот снегоход, который я показывал в начале видео, это не мой снегоход, оказывается. Это снегоходы клиентов, которые заказывали по ускоряем зиму. Еще летом и оплачивали летом. Мой снегоход где-то никто не знает где. Он едет из Москвы в Санкт-Петербург, и никто не знает где он. Сейчас вот эти два часа выясняли, где снегоход, что вообще, что происходит. Выяснили, все нормально. Он уже завтра, край послезавтра будет здесь. Его соберут. К сожалению, я не смог. Я хотел снять этот процесс, как собирают снегоход, как активируют. Ну, вот так вот. Информация не подтвердилась. Я ехал сюда именно для того, чтобы это все отснять и оплатить снегоход. Но отснять не получается. Крайней мере, просто оплачиваю. Вот уже у меня счет на оплату. Договор купли-продажи. Ой, ветер. И нужно оплачивать снегоход. Да, конечно. Что нужно делать, чтобы зарабатывать такие деньги, чтобы покупать такие снегоходы? Ну, никак не соскочишь с этой темой. Нужно идти оплачивать. Пойдемте. Так, заказ и договор купли-продажи. Сейчас выберем калорку. Покажем будет вкладывать? Да. Так, проверим. Угу. Ну, что, свершается? Главное, чтобы нужная сумма оказалась на счете. Пошли приказывать. Пин-код. Черт, какие опланы. Оплата. Хорошо. Ура. Оказалась нужная сумма на счете. Сохраняем до получения. Срок поставки 31-12. Новому году подарочек. Он еще должен приехать туда. Поздравляю. Спасибо. Красавцы стоят. Жаль, не мой. Ну, да ладно. Моя миссия в Санкт-Петербурге выполнена. Я оплатил снегоход. Я понимаю, где он. Я понимаю, когда он придет. То есть, где-то пару недель еще я буду без своего снегохода. Но в это время уже эксперты вовсю ездят в приисковом. Поэтому обидно. Обидно. Но ладно. Как говорится, машем рукой. Ждем эксперт. Я сейчас сажусь в такси и еду в аэропорт, чтобы завтра уже оказаться в приисковом, на Линксе, в горах. Так что ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны. Завтра уже начнется снегоходный контент. И я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok